Кстати, химия и электричество, да, ну это такое броское название, чтобы привлечь тех, кто не сумел еще в школе или там в институте разгрызть, да, так мелкодисперсного состояния гранит науки. Электрохимия на самом деле. Ну, вообще-то говоря, в свете того, что было раньше сказано про химические реакции, следует ожидать, что тот электричество играет большую роль. Ведь все, что я раньше вам преподносил как некие откровения из области химии, они все имели такое обоснование, перераспределение электронов между, значит, атомами, вступающими в химическую реакцию, да, то есть вот внутри молекулы как-то электроны перераспределены. Это без электричества обойтись не может. Ну и вообще-то говоря, вот такой вот расцвет электричества, он как раз и начался науке об электричестве, как раз с изобретения химических источников электрической энергии. Ну, до этого тоже было электричество, вот там потерли палочку, к ней что-то там прилипает. Там, ну, понятно, статическая электричество всегда, так сказать, стреляло, как говорят, молнии, как били, так и били, независимо от воли человечества. Другое дело, что это надо было изучать. А вот электрохимические всякие процессы, это вещь интересная, да, интересная вещь. Так, ну, вот такой вот опыт, посмотрим. Значит, что у нас тут есть? У нас есть два электрода, цинковый и медный, да, цинковый и медный электроды. Вот так вот такая пунктирная линия разделяет их, это, как бы сказать, такая вот перегородочка, полупрозрачная, можно сказать, в каком-то смысле. А на самом деле реально, я вам вот что скажу, цинк, он растворяется в серной кислоте. Цинк-СО4, да, сульфат цинка, сульфат меди, купром-СО4, медный купороз, медный купороз, тоже замечательная вещь, медный купороз. У кого из этих двух металлов больше сродство к электрону? Кто больше любит электрон? Они вообще-то оба как-то с ним расстаются более-менее легко, но сродство к электрону у меди больше, как ни крути. У меди сродство к электрону больше. Вот как. У меди сродство к электрону больше. Потому что медь, ну, скажем так, хуже окисляется. Это значит сродство к электрону больше. Ну, вообще говорить как-то вот мне, который много вам слов наговорил про то, что у окислителей, там, типа хлора, серых, кислорода, сродство к электрону больше, чем, ну, у любого металла, можно сказать. Потому что все они с ними взаимодействуют. Получаются оксиды, сульфиды, хлориды. А тут вот я сравниваю между собой два металла. Ну, действительно, цинк окисляется лучше, чем медь. Факт имеет место быть. Факт имеет место быть. Что будет в такой системе? В такой системе. Ну, очевидно, будет такая вещь. Вот представьте себе гвоздь металлический, опущенный в раствор Купрома СО4, то есть медного купороса. Такой вот растворчик. Что будет? После некоторого времени, когда вы извлечете гвоздь из этого раствора, у вас окажется, что гвоздь-то покрылся тонким-тонким слоем меди. Дело в том, что сродство к электрону меди выше, чем у железа. И происходит обмен. Как сказали бы старые химики, которые не знали, ну, даже сказать, алхимики, которые не владели представлением об атоме, они, сказали, произошла трансмутация. Трансмутация железа в медь. Это замечательно. Медь, в общем-то, дороже железа. Вот. А еще лучше трансмутировать чего-нибудь в золото, да? Ну, хотя бы серебро. Такие-то трюки были. Есть растворы, значит, комплексных соединений, комплексных солей, значит, меди, простите, золота. И вот, значит, в многих очень европейских, так сказать, собраниях, да, музейных, есть такие следы демонстраций трансмутации, кавычка, трансмутации, превращения, да, трансмутации металлов, ну, менее благородных в более благородные. Например, серебра в золото. Специально какой-нибудь там герцог или князь чеканил медаль к этому случаю серебряную, чтобы алхимик не мог, значит, ничего подменить. Значит, по этому случаю чеканилась медаль, выручалась алхимик, алхимик демонстративно наполовинку опускал эту медаль в раствор, значит, золота. И сла трансмутации. На поверхностном слое серебро растворялось, заменялось, значит, золотом. Вот он покрывался тонким-тонким слоем. И всегда всех поражает в музее присутствующих. Вот тут вот оно серебряное, тут оно золотое. Ну, действительно, это так выглядит, вот так оно происходит. Вот. Что-то похожее здесь у нас должно происходить в этом галиваническом элементе, да? Что будет тут происходить? Кто будет куда выпадать, куда что происходить? Ну, естественно, медь лучше себя чувствует, чем цинк в твердом конденсированном состоянии. Вот он, цинк предпочтет уйти в раствор, да? А медь осадит, осесть из него, выпасть из него, да? Цинк растворяется, медь выпадает в осадок, да? Что происходит? Вот он, происходит реакция, да? Происходит изменение состояния зарядного. Цинк становится 2+, да? А раньше была медь 2+. Вот они обменялись зарядами, то есть электроны от цинка ушли, достались меди, медь выпала в осадок, цинк растворился. Причем, значит, вот тут на этой картиночке была такая перегородочка показана, да? Символизирующая то, что ионы цинка в своей части остаются, а ионы купорома в своей части. А единственное, эту, значит, перегородочку преодолевают ионы кислотного остатка, SO4-2-, да? Вот они, дескать, там ходят, бродят в любую сторону, а купором и цинк в своих местах. И вот что же происходит. Значит, купором растворился, где он, простите, цинк растворился, да? Он отдал 2 электрона, а медь их приняла, эти 2 электрона. 2 электрона она приняла. Вот сухой остаток того, что произошло. Дело в том, что SO4, как был в растворе, так и остается. Ему, собственно, все равно, где быть. Все равно, где быть. А вот насчет всего прочего, вот оно и получается. Получается, что цинк электрона принимает, принимает электроны. То есть, отдает, простите, электроны. Он слева-то был нулевой, а справа-е. То есть, вот он отдал электроны и отдал в раствор ион цинка. А медь получила электрон и выпала в осадок. Вот тут надо было написать купором 2+, но мы пожалели его, не написали. Вот что тут в этом растворе происходит. Электроны должны бежать от цинкового электрода к медному. Таким образом. Собственно говоря, мы вам рассказали идею построения, скажем так сказать, вольтового столба. Цепочка, состоящая из цинковых и медных кружочков. Они помещены между ними, между этими кусочками ткань, смоченная под этим раствором, под подкисленным кислотой. Слегка кисловатым. И вот это будет идти обмен. Значит, что тут будет у нас? Будет у нас уходить с... Электроны будут с минуса уходить на плюс. Вот видите, у нас получился некий гальванический элемент. Так это называют. Гальванический элемент. Замечательная вещь. И, между прочим, с этого, пожалуй, и началось, вот с такого рода опытов, началось представление об зарядах носителей электричества. Вот мы тут бодро представляем себе провалентность понятия. Цинк у нас двухвалентный, медь у нас двухвалентная. Значит, вот два электрона перешли. Если вы сумеете измерять количество электричества, да, ну, количество электричества, вообще-то говоря, мы тут измеряем в кулонах, да, зная количество образовавшегося купорма нового, то есть изменение массы медного электрода, оно увеличилось, изменение массы цинкового электрода, масса эта уменьшилась, да. Можно определить, какое количество молей, там, цинка растворилась, а меди выпало в осадок, вот. И, соответственно, значит, тот заряд, который этим молям соответствует, это очень важный элемент, и он соседствует рядом с представлениями о числе Авагадра, вот, зарядах, число Фарадея, так называемое, тут же звучит. Значит, в растворе у нас присутствуют анионы, это отрицательно заряженные ионы, и катионы положительно заряженные, почему их так прозвали? Анот, положительный электрод. Анионы куда движутся, они отрицательно заряженные, значит, движутся к аноду, да. А катод отрицательно заряженный, к нему бегут катионы, положительно заряженные электроды. И вот если мы подключим в цепь, опустим в раствор анионов и катионов, анион и катион у нас возникли в растворе только потому, что гидратные оболочки, произошло то, что называется диссоциация, электролитическая диссоциация, какой-нибудь соли или кислоты, положительно заряженные катионы, окруженные шубой из молекул воды, они полярные молекулы, значит отрицательным заряженной частью этой молекулы, то есть вот это вот атомом кислорода они прижимаются к катиону, а в разные стороны выставляют положительно заряженные свои ушки, атомы водорода, которые входят в молекулу H2O. И соответственно анион также окружен, только ушки к нему прижались положительно заряженные, а вокруг брюшки вот эти отрицательные заряженные, вот он отрицательно заряженный анион и положительно заряженный катион. Они, конечно, гораздо больше по размеру, чем сам этот вот катион, да, сама частичка там, скажем, натрий плюс, да, катион или анион там какой-нибудь там хлорминус, да, в растворе. Вот, но вполне, так сказать, увеличенные в размерах за счет этих гидратных оболочек шуб. И вот если приложить разность потенциалов, то есть создать в растворе электрическое поле возникнет ток, направленное движение зарядов. Между прочим, всегда такой звучит вопрос, что является носителем электричества. Ну вот говорят, что в металлах носитель электричества имеет отрицательный знак. Это в свое время установили физики, были специальные хитроумные опыты проведены для этого. Вот, а что является, они отрицательно заряженные электроны. А что является носителем электричества в электролитах, они проводят ток, да, в растворах солей, да, электролит. Лит – это камень, электро, ну, понятно, электричество. Вот в растворах электролитов. Являются ионы, анионы, и катионы. И те, и другие. И положительно заряженные, и отрицательно заряженные. Они вот так вот движутся. Естественно, в этом процессе их движения возможно вот обдирание этих, так сказать, шубеек и их рекомбинация. Отрицательных и положительно заряженных. Ну, и без этого не бывает. Но, тем не менее, это так. Типичный пример, опыт такой в школе нам ставили, да. Брала учительница вот примерно похожий вот прибор, да. Наливала вот в этот вот стакан стеклянный дистиллированную воду. И включала этот прибор в сеть. И лампочка не горела. А если опустить этот прибор в водопроводную воду, то лампочка загоралась. Помните, такой опыт делали? Ну, может быть, и делали, а вот нам показывали. От чего это происходит? От того, что в дистиллированной воде ничего не растворено, нет электролитов. А водопроводная вода, ну, она содержит всякие, так сказать, соли, растворенные в маленьком количестве, но достаточным для того, чтобы стать проводником. И лампа в этом случае загорается. Самый, пожалуй, популярный у нас аккумулятор, свинцовый аккумулятор. Свинцовый аккумулятор серно-кислотный. Это очень популярный аккумулятор. Значит, на автомобилях они используются и использовались раньше. На подводных лодках огромное количество таких вот свинцовых серно-кислотных аккумуляторов находилось под палубой. Значит, они там дурно пахли всегда. Вот это вот тяжелая служба на дизельных или аккумуляторных, как еще иногда их называют, подводных лодках. Вот. Что в этих аккумуляторах происходит? Дело в том, что вот у нас с вами был, скажем так, элемент, мы его назвали элемент, медно-цинковый, да? Это эдакий такой вольтов столб, да? Что в нем происходило? А в нем происходило окисление цинка и восстановление меди. Вот. Как-то вот вопрос о зарядке не шел. А вот интересно рассмотреть свинцовый аккумулятор. Один у него электрод свинцовый, а другой электрод, вы знаете, не поверите, содержит окись свинца. Вообще говоря, значит, хочется такие слова вам сказать, общие. Работа аккумуляторов, а также элементов, значит, она зависит от теплоты окружающей среды, от температуры самого аккумулятора. Значит, по поводу слова такого, аккумулятор и элемент. Аккумуляторы – это те самые батарейки, грубо говоря, которые можно подзаряжать. Ретчаджибл на них пишутся, значит, они возможны к перезарядке. Ретчаджибл. Вот аккумулятор вот такой вот, он ретчаджибл. А есть элемент. Элемент – это вот батарейки, да? Которые не перезаряжаются. Они не могут перезаряжаться. У них в одну сторону идет химическая реакция. Вырабатывается электричество. Там работает ваш радиоприемник или что-нибудь. В старое время, такое старое, что сейчас уж его мало кто помнит, значит, автолюбители в нашем суровом климате имели некоторые сложности в жизни. Очень многие на зиму, зимой, на ночь заносили домой аккумуляторы от автомобиля. Ну, не многие, но кое-кто. С тем, чтобы они были теплыми. Все-таки в доме-то температура комнатная, ну, градусов 20, ну, если холодно, 18, а то, и, глядишь, по 30 подбирается хорошо на топливном помещении. А там-то холодно. Это сейчас у нас антифризом заполняет систему охлаждения. А тогда на ночь воду оттуда спускали, и утром хозяин, значит, ест яичницу. Ему, значит, жена приготовила шкварчит яичница со шкварками. И на газовой плите, на другой комфорте греется ведро с водой. Вот он хозяин, повелитель, пластилин. Съест, значит, свою яичницу, берет это ведро с водой и идет, заливает его в радиатор автомобиля, чтобы разогреть немножко двигатель тем самым, да, вот, горячей водой. И потом уже начинает работать. И, кстати говоря, аккумулятор, почему его нужно быть теплым? Потому что все химические реакции, их скорость, их зависит от теплоты. Я вам расскажу своими, поделюсь своим, так сказать, нищенским опытом эксплуатации батарейки, да. Вот когда батарейка уже совсем села и не хочет радиоприемник работать от нее, достаточно эту батарейку хорошенько подогреть. Ну, хорошенько, умеренно. Я в таких случаях ставил радиоприемник на батарею водяного отопления, и он работал лучше, потому что батарейка нагревается вместе с радиоприемником. Не думаю, что это положительно влияет на электрические цепи радиоприемника, но вот от бедности, если нет в наличии батарейки, они не всегда были доступны, кстати говоря, батарейки. Это помогало протянуть время. Кстати говоря, и в реальных, так сказать, условиях, в ракетной технике, например, перед запуском аккумуляторы, там, ну, источники питания, они не аккумуляторы, наверное, элементы, их можно назвать, их прогревают специально, да, вот перед запуском их разогревают, чтобы, значит, они хорошо отдавали энергию, чтобы, значит, крутились все там исполнительные механизмы, да, рули поворачивались, работала аппаратура, передатчики. И все, что там, все, что запитывается, да, в этой ракете, независимо от того, на что она там, метеорологическая, спутники запускает, или должна сбить самолет какой-нибудь там, врага. Вот, независимо от этого, все аккумулятор прогревается. Потому что, помните, мы говорили про что? О том, что скорость реакции, вот она возрастает, ну, каждый градусов 10-20, она в несколько раз увеличивается, да, понимаете как? Ведь если на улице мороз, минус 20, а вы так градусов для 40 разогреете, ох, как увеличится скорость реакции. А скорость реакции, это что? Это выделение электричества. Вот в Востоке увеличится эта вот отдача, да, отдача. А в тех батарейках старых, которые эксплуатировал, которые уже там почти все уже прореагировало, что могло, элементы, правильно их называть, эти батарейки, есть аккумуляторы, есть элементы питания. Вот, то уже остальное вот там дорабатывало у меня вот до конца, доэксплуатировалось. Итак, давайте вернемся к свинцовому аккумулятору, да. Что там у них происходит, какие реакции. На одном из электродов происходит растворение свинца в серной кислоте. Свинец окисляется, отдает электрон. Вот он был, свинец и серно-кислотный остаток, да, СО4-2-, отдал он 2 электрона, лишился 2 электронов, свинец, и ушел в раствор. Значит, видимо, свинцовый должен быть у нас катодом, правильно? Катод. Он будет выдавать нам электроны, катод. Так, что происходит на аноде? А вот на аноде происходят очень любопытные вещи. Не вот тебе все так просто. Значит, во-первых, на аноде эти электроны как раз к аноду по внешней цепи пришли, да. Вот у нас ушло во внешнюю цепь 2 электрона, да, здесь вот со свинцового, значит, со свинцового электрода, да, он у нас катод оказался, да. Вот они ушли, прошли через всю цепь, может быть, там заставили светиться лампочку, или играть музыку, или запускают стартер двигателя в автомобиле, да. И пришли они, вот они слева, 2+, пришли они на другой электрод, да, на анод пришли они, да. Вот он, значит, принял их, принял их эти два электрона. И что он сделал? А он сделал следующее. Здесь, значит, присутствующие в смеси, кто у нас там, есть водород, есть ионы кислотного остатка. Вот частично водород, вот они, четыре водорода, да, видите слева, они у нас превратились в воду, да, 2H2O. А плюмбум, плюмбум SO4, все как положено. Какое было состояние валентное плюмбума? Плюмбум O2, он имел, значит, зарядовое состояние 4+, а теперь у него какое? Плюмбум SO4, теперь у него 2+. Да, вот оно перенет, 2+, состояние, 2+, состояние, всего на все, да. Слева, значит, у нас было 4+, справа 2+, 2+. И кислород наш родной, O2, он же свое должен взять, вот он объединился, эти два кислорода с водой, да, вот оно получилось, с водородом получилось две молекулы воды. Недостающие электроны слева, значит, ушли, ушли атомом кислорода, кислород их получил, да, кислород свое взял, да, вот плюмбом отдал еще 2 электрона, получил вот эти 2 электрона. А все остальные при своих козырях остались, простите, а кислород, он со своими электронами так и остался, так и живет, да, так и живет. Вот, суммарно эту реакцию можно записать вот так. То есть, происходит у нас превращение и свинца, и окиси свинца, вот, 4-х валентного, в сульфат 2-х валентного свинца. Плюмбом СО4, обратите внимание, 2-х валентного свинца. Значит, что ж у нас тут произошло? У нас произошло следующее, зарядовые состояния поменялись. У СО4, у этого кислотного остатка, как было зарядовое состояние 2-, так и осталось, что справа, что слева, он был в растворе. У водорода, как было состояние 1-, так и осталось, что в составе молекулы H2SO4, что в составе молекулы H2O, оно одинаково. Единственная разница, что молекулы H2O не диссоциируют, да, а вот молекулы H2SO4, она диссоциировала раньше, да, в разных местах. А вот плюмбом у нас, вот плюмбом у нас и тот, и другой ушли в раствор. Вот видите, как интересно? И на катоде, и на аноде произошло растворение. И растворение металла, который из состояния 2-0 перешел в состояние 2+. И на другом, значит, электроде плюмбом из состояния 4+, перешел в состояние 2+. Да, видите как? То есть, на самом деле, электроны плюмбом отдал, металлический плюмбом, оксид плюмбом, оксид свинца принял эти два электрона. Вот как здорово получилось. То есть, никто никого не разъедает. Обратите внимание, в этой ситуации практически не происходит, скажем так, вот расходование кислотных остатков. СО4, как были в растворе, СО4, окруженный гидратными оболочками, так и остались. Единственное, что меняется, это вот кислород от плюмбом О2 уходит в состав воды. Такое вот нерастворимое, недиссоциирующее состояние. Да, вот он. Значит, только водород и кислород меняют свое вот такое вот состояние. Ну и свинец, и свинец. Вот они. На катоде отдают электроны, на аноде электроны принимают. И все, тот же свинец. Ну, не тот же свинец. Тут свинец в нулевом, с нулевой степенью окисления отдает электроны. А тут со степенью окисления 4+, принимает 2 электроны и приправляется в свинец со степенью окисления 2+. Вообще говоря, работа свинцового аккумулятора одна из самых путанных, да, путанных вот в нашей этой вот, в наших делах, да. Видите, как немножко необычно все происходит. Как-то вот за рамками обычного нашего учебника. Давайте вот еще раз на это дело поглядим, что же у нас тут произошло. Давайте вот повторение мать учения, так говорят старики, да. Это у нас то, что называется отрицательная клемма аккумулятора, да. Свинец там растворяется и отдает электроны. Электроны он отдает во внешнюю цепь. Вот они побежали. Пробежав по внешней цепи, они на другом конце этой внешней цепи отдаются плюмбуму 2. И он растворяется, этот плюмбуму 2. И там, и там происходит растворение свинца. На отрицательном катоде, да, на отрицательном полюсе батареи растворяется свинец, да. А тут, ну, в общем-то, растворяется окисел свинца. Вот как здорово придумано, да. Не то, что на одном конце растворилось, на другом что-то выпало. Нет, ничего подобного. Единственное, что можно сказать выпало. Выпало в осадок вода. Ну, это так условно, как говорится, в кавычках. Потому что она теперь у нас хоть и жидкая, но не диссоциированная, да. Она не диссоциирует. Вот в недиссоциированное состояние пришла, да. Помните, как-то раз мы рассуждали о том, что нужно, чтобы реакция прошла до конца. Оказывается, нужно, чтобы там что-то образовало, что-то недиссоциирующее. Например, какое-то нерастворимое вещество, которое в осадок выпадает, или пузырьками уходит из раствора вверх. Или та же самая вода, которая, не показывая вида, просто остается в растворе в недиссоциированном виде. А вот в данном случае так вот и получилось. Вот как получилось. Вот это наши все реакции, что мы, значит, предпослали, да. Так, что я теперь хочу вам сказать. В обратную сторону реакцию тоже надо пускать, потому что у нас аккумулятор. Вот там у нас работал на, значит, разрядку, а теперь мы его заряжаем. То есть выпадает у нас на, мы теперь прибавляем, значит, электроны даем туда, где раньше был у нас, значит, катод, то, что назывался отрицательный, туда у нас прут электроны. То есть мы его подключаем к положительному полюсу, значит, внешнего источника, скажем, генератора постоянного напряжения, который в автомобиле, например, есть, да. Вот они, он его к нему, значит, мы подключили, что там мы к генератору, да, его подключили. И вот у нас прибежали туда, значит, он теперь у нас как плюс работает, да, на него бегут электроны, значит, с минуса бегут, с катода. Вот они с отрицательного полюса машинки прибежали туда, отложилось железо, вот. А на другом, на другом катоде там отложилась, значит, окись свинца, вот. Вот это вот и есть устройство, устройство свинцового аккумулятора. Вот оно и есть, свинцовый аккумулятор. Ну, свинцовый аккумулятор, это не единственное, что есть, есть очень экзотический аккумулятор, серебряно-цинковый. Серебряный-цинковый аккумулятор, ну, в году моего детства они были вообще самыми такими ходовыми в различных таких устройствах, где нужна была максимальная запаса электричества при минимальном весе. Ну, всякие космические аппараты, само собой. Ну, космический аппарат в руках нашей обычно не касалось. Ну, что-нибудь летательные аппараты, ну, это уже более распространено. Какая-нибудь необыкновенная аппаратура. Обратите внимание, что там в него входит. Вот такой вот цинк и два оксида серебра. Оксид двухвалентного серебра, аргентум О, и аргентум 2О, одновалентного серебра, и щелочь калий ОН. Кстати говоря, значит, реакция здесь происходит следующая. При, скажем так, соединении аргентум О и цинка происходит восстановление. Что должно происходить? Восстановление серебра. Серебро должно переходить в металлическую фазу, а цинк должен принимать на себя кислород. Вот он кислород в себя принимает и отдает, соответственно, электроны. Вот такая вот реакция должна там происходить. Между прочим, в этих вот аккумуляторах, имеющиеся там серебро, вот в таком вот незаряженном состоянии, ну, и, понятное дело, его иногда оттуда разворовывали, чистое серебро. А, понимаете, серебро это ведь не только какие-то валютные материалы, это еще и материалы, из которого делаются художественные изделия. Что-то можно отлить какую-нибудь такую вещичку серебряную, знаете, ну, художники-то ведь кто-то пишет маслом, а кто-то должен делать металлические серебряные вещи, ювелира называется. Так вот, была распространена очень мощная легенда. Легенда, которая защищала вот эти вот серебряные аккумуляторы от вандалов, что называется, да, от нас, от простых тружеников. Легенда была следующая, что, оказывается, чистое серебро, с ним очень тяжело работать. Чистое серебро очень хорошо растворяет газы. И поэтому, если вы начинаете плавить чистое серебро, а как вы это чистое серебро будете использовать? Вы будете сплавлять, сплавлять с каким-нибудь лигатурным металлом, например, с медью. Или, может быть, вы будете сплавлять его с золотом, да, ну, понятное дело, вот, скажем, получать какой-то лигатурный сплав, значит, золота с серебром. Или с медью, да, ну, вот вся эта наша столовая посуда, она же делается не из чистого серебра, да, вот из сплавов, значит, например, с медью или с другими металлами. С никелем, чтобы поблестело получше, например, вот такие вот есть вещи. Вот, и вот, говорит, при этом оно будет у вас прям кипеть, брызгать, невозможно работать. Это такая легенда была, и поэтому у тех, кто хотел купить серебро, ой, не хочу, я чистый, это техническое серебро, ой, не надо. Да, да, ну, а что с ним делать? Невозможно ничего делать. Монеты другое дело, старая какая-нибудь ложка или там какой-нибудь черпак там. Были даже такие вещи, как это называть, серебряные половники, да, это еще от старого режима остались. Потому что при новом режиме уже придумали сплавы, не содержащие серебра, но, тем не менее, вполне пригодны для употребления в качестве, так сказать, столовой посуды, да, нержавеющей стали. А до этого какой-то сплав цветных металлов, который назывался нейзильбер, то есть не содержащий серебра в переводе на русский язык. Вот так вот, что я хотел вам сказать. Так вот, выяснилось, что это была легенда, легенда прикрытия. И на самом деле чистое серебро, расплавляясь, не кипит, не бурлит, ничего не разбрызгивает. Вот так вот. А ведь как это вот внедрили в сознание масс, да, вот видите, какой способ объяснить людям, что нехорошо воровать. Что украдешь, она пользует не пойдет. Техническое серебро, непригодное для использования. Ну, вот оказалось, что очень даже пригодное. Только мы этого не знали, поэтому, слава богу, не воровали, грех на душу не брали. Вот такие вещи. Значит, посмотрите, очень экзотическое соединение входит в состав. Называется это никель-кадмиевый аккумулятор. Никель. Никель-ООН. Это примерно так же выглядит, как, например, СООН. Помните такое соединение? Вот это тоже никель-ООН. Трехвалентный в данном случае никель. У него есть, значит, двойная связь с кислородом и одинарная связь с мостиковым кислородом, через который он соединяется с водородом, да. Никель-ООН, да. Литий-ОН, ну, это щелочь, да, щелочь нормальная, литиевый щелочек. Кадми. Кадми один из самых таких нерекомендуемых металлов для того, чтобы рассеивать его в окружающей среде. Вот это вот все вот, вот, все так оно и есть. Ну, на самом деле, дело вкуса. Одни пишут никель-ООН, видите, никель, два кислорода и водород, да. А другие пишут так, никель-2О3 на H2O. То же самое получается, нет? На каждый никель здесь приходится два кислорода и один водород, правильно? Два никеля, видите, четыре кислорода и два водорода. Как раз никель-ООН только два раза. Вот. Ну, кто прав? Ну, как вам сложно сказать? Дело в том, что вот это вот вещество, оно так или иначе находится в неком таком кристаллическом, в поликристаллическом состоянии. И сказать, кто с кем связан, да. У нас как-то мы говорили, когда о всяких камнях, да, вот мы это дело вспоминали. Никель, говорили, что там нет отдельно вот чего-то отдельных окислов, они все вместе. И тут тоже так, все вместе. И никель, и кислород, и водород. Все это вот так перемешаны, перепутаны. Единственное, что водород в силу своей одновалентности, он на кончиках цепочек, да. Это через кислород соединен с кем-то другим, либо с мостиковым кислородом. Что тут не может быть? Все может быть. Вот. Никель-ОО. Вот такая может быть структура быть, да, в принципе говоря. Так, и что же в этом источнике питания происходит? Кадмий растворяется в щелочи. Кадмий у вас дважды образуется. Что он делает? Он отдает два электрона. Ну, значит, кадмиевый электрод, он у нас внешнюю цепь отдает электрону. Он отрицательный для нас, для внешней цепи. Правильно? Вот. А вот тот электрод, который никелевый, никелевый электрод, он получает электроны. И вот прежний никель трехвалентный становится в нашем случае двухвалентным. Да, двухвалентным никелем. И появляется еще у вашей группы отрицательно заряженной. Все как положено. Вот они. И побежали. Вот так вот работает такой вот электрод. Ну, а суммарная реакция выглядит следующим образом. Никель, вода и кадмий с одной стороны. А с другой стороны, никель ООН, вода и кадмий. А с другой стороны, никель ООН дважды и кадмий ООН дважды. Вот во что они превращаются. Уходят в раствор. Кадмиевые. Иногда их называют литиевыми, раз там литий присутствует. Ну, на самом деле, там всегда бывает и кадмий. Да, вот такой вот аппарат. Да, кстати говоря, чтобы уравнять здесь, да, вы понимаете, что никель с зарядового состояния 3+, переходит в зарядовое состояние 2+, да. Видите, а кадмий из зарядового состояния 0, он окисляется и переходит в состояние кадмий 2+. Да, ну вот, чтобы их уравновесить, надо 2 никеля на 1 кадмий. Всего на все. Вот. Ну, вы поймите правильно, так, некую такую сбивчивость моего рассказа об электрохимии. Дело в том, что, как ни крути, пожалуй, что рассказы об аккумуляторах, он даже в таком нормальном институтском курсе химии, химии, он носит, соответственно, такой ознакомительный характер, а с другой стороны, он так вот в конце вот этого раздела химии соответствующего. И, ну, всякие такие экзотические реакции происходят. Вот никель, ООО, аж, где вы еще с ним встречались? Ну, вы-то нигде не встречались. И в других разделах такого общего курса химии тоже нигде не попадается. А вот здесь вот, когда ли что-то о специфических таких вот вещах, они попадаются. Так, что я хотел вам сказать. Дело в том, что проблема очень емких аккумуляторов или элементов питания, да, вот называют, вот есть слово такой, аккумулятор, это то, что перезаряжается, да. Вот свинцовые аккумуляторы на автомобилях, да, ну, другие аккумуляторы вот у нас, которые мы используем во всяких там плеерах, фотоаппаратах и так далее. И есть еще элементы питания одноразовые, в которых вот происходит однонаправленная вот какая-то вот химическая реакция с выделением, значит, электричества во внешнюю цепь. Вот, это называется элемент питания. Он сколько-то времени поработал, все, он в обратную сторону не перезарядишь. Не происходит. Вот, в наше время, когда у нас кругом мобильные устройства, вот эта вот проблема аккумуляторов очень-очень поднялась на большую высоту. Проблема. В чем дело и как ее решать? Значит, проблема многогранная. С одной стороны, проблема чисто для потребителя. Емкость аккумулятора недостаточно в моем устройстве, поэтому я не могу очень долго, значит, быть оторванным от подзаряжающего устройства. То есть, от сети, если я куда-то поехал в поездку, а далеко не везде, там есть вот куда подзарядиться. Мне нужен компьютер, я на нем все время что-то работаю, вот что-то редактирую, слайды для передачи, или там какое-нибудь письмо пишу, или что-нибудь. Придет фантазия сочинить что-нибудь, так говорил герой Гоголя Христаков. Да, а тут, понимаете, электричества нет, да, у него свечей нет, да, вот фантазия сочинить что-нибудь к нему пришла. Это вот одна сторона. Хочется увеличить емкость при том же весе. Это бич, бич. Можно сделать очень легкое устройство, очень легкое устройство, тоненькое, но маленький срок его работы. Основную часть массы всех этих вот электронных устройств, носимых, типа ноутбуков, значительную часть составляет аккумулятор. Как ни крути, это так. И больших надежд на что-то, в общем-то, нет. А как вы это обеспечите? В принципе говоря, ваша емкость аккумулятора, да, в амперчасах обычно, я так обычно меряю, там, или микроамперчасы, миллиамперчасы, она зависит от двух вещей. От того, значит, сколько электронов отдают вашим и принимают, соответственно, компоненты вашего аккумулятора, да, это раз. А второе зависит от электрического потенциала, от этого атома, от его сродства к электрону. Всё. Ну, тут-то особо не разбежишься. Особо не разбежишься. Так или иначе, всё мы прижаты. Ну, вот, хоть для повышения емкости, вот видите, приходят такие непопулярные вещества, используются как кадмий. Они не то, чтобы дорогие, но считаются для природы не очень хорошие, не очень нужные. Их лучше бы не выбрасывать. Дело в том, что у нас сейчас очень популярна такая процедура становится, сжигание мусора. Когда-то у нас земля как-то ничего не стоила, всё вокруг колхозное, всё вокруг ничьё, вот, а теперь-то она стоит чего-то. Если свалка занимает большое место, кстати, на ней тоже происходит разрушение тех аккумуляторов, медленно-медленно, какая бы свалка хорошая ни была, есть риск медленного-медленного проникновения растворов солей, там, вот, тяжёлых металлов, кадмия, свинца, ещё кого-то там нехорошего, в, значит, грунтовые воды, а из них куда-нибудь попадёт, значит, пищевую цепочку, чью-нибудь, ну, в общем, ни к чему, ни к чему всё это дело. Ну, сжигание, в общем-то, вроде как гораздо лучше, потому что мы захоронить должны только окислы, да, хорошо прогоревшие всё, да, оксиды. Ну, тоже не здорово, потому что часть улетает в атмосферу, это надо хорошо фильтровать, в атмосферу летят и вот эти соединения кадмия, которые потом попадают, олова, всё, чего хотите. А олова у нас на оловянных банках, банки из белой жести, которая покрыта оловом, да, станом, да, вот, улетает, куда денешься. Вот эти вот технологии тоже несовершенны. Вот к чему ведёт наш вот век мобильности, да. Ну, аккумуляторы в телефонах в наших, естественно, тоже имеют ограниченную ёмкость, но это даже хорошо, потому что, значит, приходится делать, во-первых, очень чувствительные приёмники, а во-вторых, очень слабенькие передатчики, чтобы экономить энергию, понимаете как? И это даже хорошо, даже хорошо, потому что слабенькое излучение, нас всё пугали, помните, одно время пугали воздействием, вот, радиоволн, которые излучают телефоны на человека, да. Вроде как эксперименты это не подтверждают, потому что, ну, во-первых, ну, очень слабое излучение. Одно время продавались, кстати, такие брелочки, которые светились под действием электромагнитного излучения. И вот эти, пока они продавались, эти брелочки, с ними можно было ставить очень простой опыт. Берёте телефон, значит, включаете его, значит, на работу, на передачу, вот, там, где антенна, сзади, сзади, там брелочек светится. Впереди, вот, а мы к уху-то, вот, той самой стороной, где экранчик, где кнопочки, да, прикладываем, где, соответственно, громкоговоритель, а он тут не светится. Это не значит, что там нет радиоизлучения, но это значит, что оно гораздо слабее. А ведь почему? А всё очень просто. Зачем ему излучать в сторону головы? А незачем совершенно. Зачем ему этот лишний, так сказать, поглотитель? А дело в том, что та поверхность, которой вот кнопочки и всё прочее, она же изнутри металлизирована. Знаете, как кнопочки работают? Пластик гибкий, такой резиноподобный. На нём нанесены, значит, металлические контакты. И когда вы нажимаете кнопочку, этот металлический контакт замыкается, да, то есть тут очень много металла, а металл не пропускает радиоволны, он же их отражает или поглощает, отражает, вот и всё. Вот так вот и живёт мобильный телефон. Так что не бойтесь его. Гораздо больший вред мобильный телефон окружающей среде наносит тем, что аккумуляторы так или иначе попадут на свалку, в конце концов. Спасибо вам большое за внимание. Всех благ вам, удачи, до свидания.